всем здравствуйте меня зовут Агила мне 12 лет я из Харькова вот сегодня я вам расскажу то чем мы занимаемся на теневом театре теневой театр это вообще очень классно вам больше скажу если вы не занимаетесь теневым театром то мне вас очень жалко это очень классно что мы делаем на теневом театре теневом театре мы делаем разные куклы эскизы всякие и также выступаем например это моя первая работа смотрите вот это кот это такая сказка про кота и мышь и смотрите тут и ручки двигаются вот ручки хвост такой и лапки тоже вот очень классный кот мне он очень нравится это моя первая работа мы очень долго продумываем как бы как это все соединить совместить вот над этим эскизом я очень долго работала неделю я где-то потратила на то чтобы нарисовать какой-то рисунок кота можно так сказать вот еще тут есть разные платья смотрите смотрите вот такие вот платья есть вот такое вот платье вот это прикольное платье мы с вами это все делаем и мне еще вот это вот очень нравится прикольное платье как для принцессы классное скажите вот еще мы очень долго продуман каждый элемент до самого маленького вот мы долго думаем над каждым этапом вот а сейчас я вам зачитаю эту финскую сказку днишка мыщик серия ты ну оно морюки наверняка друга кон coment вы а что получится мышь сказал жилет код пришел забирать же выжд коза не получится из этого жилетка код спросил ну а что получится выжка того фуражка код пришел забирать фуражка фуражка мышь сказала не получится это фуражка оспались а что получится мышь сказали мол кесет кот пришел забирать кесет мышь сказала не получится из этого кесет код спросил а что получится высказал ну трудно за это кот вцепился мышц и привод с тех пор они ненавидели друг друга Вот такая вот финская сказка. Многие элементы, каждый элемент, вот от каждого ребёнка, от каждого ребёнка придумывал маленькие вот эти вот элементы. Кто-то добавлял свои идеи, кто-то вырезал. Кадил, расскажи про платье. В сказке же нет платьев. Что это за платье? Платье мы придумали сами. Ну, точнее, я придумала со своей подругой. Вот. Как вы придумали платье? План был такой. Якобы кот... Да. Кот приходит домой в мыши. Вот. Очень просто смешная история, на самом деле. Ну, чьи интересные. Жизненная. Да, жизненная. Вот. Смотрите. Это кот. Он приходит к мышке домой. Приходит он домой, значит... История, на самом деле, очень задумчивая. Приходит и у неё там... Он даёт как бы рулон ткани. Говорит, чтоб она из этого сделала ему пальто. Мышь говорит, хорошо. Я сделаю из этого пальто. Потом, когда он через неделю приходит к мыши, она говорит, простите, не получится пальто. Получатся из этого брюки. Брюки. И с каждым разом там у неё висит такой шкафчик. Вот. И с каждым разом там всё больше и больше становится плачек. Вот. И с каждым разом всё больше и больше плачек становится. Так-то, ну, под конец, когда он пришёл, там уже было платье пять-шесть. А у кошки, ой, у мышки были маленькие мышата. И она своим деткам очень часто шила пальто, брюки, платьюшко, просто всё. Вот. И... Из остатков ткани. Да, из остатков... Или даже и не из остатков. А иногда она забирала у клиентов ткань, которая должна была ношить из этого, ну, какую-то вещь, одежду. Вот. Вот такая вот история. Эту историю придумал весь наш коллектив. И также наша учительница Оксана Сергеевна. Моя подруга, с которой я хожу на театр. Вот. И также ещё дети... Расскажи ещё про работу с текстом, когда вы выступаете. Работу с текстом? Вы работаете по готовым текстам? Или дорабатываете их? Додумываете во время игры? Вы знаете, в основном мы додумываем. Потому что нам иногда даже кажется то, что, ну, как бы, слишком скучный, как бы, текст. Вот. И мы его довольно-таки часто дорабатываем, чтобы он был интересней. Ну, нам даже нравится дорабатывать текст. Вот. Это очень прикольно. Дорабатывать текст. Каждый человек, ну, свою мысль, как бы, вдумывает этот текст. Как бы, и мы все собираемся, и получается одна целая сказка. Спасибо. Давайте. Пожалуйста. Спасибо.